Шэ-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-сл-ау Ой, блядь, я же не уэтипедии забыл Легендарный Кортес и Пан Ежи Много было сказано про Виктора Пелевина как автора книг Но что вы скажете про экранизацию его поколения Пи? Кроме того, что там достаточно много что вырезали В целом годно? Слушай, я блевал, когда посмотрел А потом вот как-то вот вспоминаешь и думаешь Да это на самом деле нормально было Мне не очень понравилось Потому что там, по сути, всю философскую часть Все отсылки к Че Геваре И Эрнесту Гибору Это же был, блядь, самый сок Это пришлось бы за кадром Голосом читать, и это очень сильно бы Хронометраж фильма Кого-то, блядь, на отвале, блядь На карьере песочном, блядь Типа это Куба, нахуй, где-нибудь там, блядь Ёпта, у нас, в Краснодаре, нахуй И всего делов-то, господи, блядь Че, у нас нет мест похожих на Кубу, что ли Просто взять Она по-очень похожа Реально взяли и выкинули А зачем? Я вот так и не понял Типа, насовали кучу хуйни Которая вообще, нахуй, не нужна Для понимания Но выкинули, блядь, вот Я тоже не понял, да, почему это произошло Но, по сути, это не самая худшая Экранизация, потому что сейчас смотришь На современные фильмы, там вообще все пиздец Но я тоже, блядь, у меня Та же проблема была, я посмотрел, думал Че, так сложно было, блядь Типа, где-нибудь там В Сочи снять, блядь, Че Гевару, что ли Или вы идейно против Че Гевара Или кто-то, блядь, из Минкульта Скал, что нельзя Че Гевару, потому что он Революционер Вот у меня такие мысли были Взяли, да и выкинули, нахуй, не пойми, зачем Выкинули бы тогда вообще все И сделали из этого бы криминальную драму Про 90-е Даже так бы лучше смотрелось Ну, кстати, да Блядь, и Вавилон, и всю хуйню, блядь Халдеев, блядь Вот все вообще Все это Оттеснили и просто сняли бы Про то, как рекламу тогда делали Было бы, смотрелось бы Ну, на 2 балла из 10 лучше Вместо этого какая-то хуйта Ну, на Ефремов молодец, блядь Вообще, респектую Ефремову, блядь Супер играет, блядь Сколько пьет, а так хорошо играет Но только алкашей, конечно Не мог бы Хува в двух словах сказать Говно или охуенно и так далее Как он относится к творчеству Следующих музыкантов Фрэнк Заппа Охуенно Зэк Лаш Говно Ну, ладно, местами Ну, нет, тут одним словом не сказать Дальше Скип Кинг Крюль Не Кинг Кримсон Нет, Кинг Крюл Я не знаю тоже, что это Лав Не уверен, что я о той же группе думаю Поэтому скип Зэ Дорс Охуенно Кровосток Не хочу пизды получить Но все понятно А это не те, где там Бабангида про них пел Шимы Влади Дешевые бляди Это Блиц Я отказываюсь Отмечать на это Александр Башлачев Охуенно Кендрик Ламар Хуйня Лю Рид Или Лоу Рид Не уверен, про кого идет речь Если про того, про кого я думаю Хуйня Ноториус Биг Не Так и запишите Не Еще тупака Николас Джар Не Не понимаю Что ты от меня хочешь Все Добрый вечер Хотелось бы узнать ваше мнение О сериале Ганнибал Ганнибал С Матсом Макельсоном Спасибо Я его не видел Подожди, это не тот сериал Ганнибал Знаменитый Который девочки И хипстеры любят Не, я видел Молчание Нет, я не видел сериал Ганнибал Я смотрел какой-то сериал Ганнибал И он мне понравился То есть там сюжет, конечно По сути, он отсутствует Но именно визуальная составляющая Она хорошая Я много раз говорил Я вообще не хочу Какую-то хуйню смотреть Я хочу веселые сериалы Нет Это максимально не веселые Я хочу, чтобы вот Посмотри сериал Пацаны И он веселый Да я его посмотрел уже, блядь Но я хочу как Офис Что-то такое бесконечно доброе Веселое А про вампиров не видел Вот эту смешную хуйню Которую в псевдодокументалистике Снял Как мы прячемся в тенях, блядь Ты видел, конечно Посмотрел Но вот Офис Это прям вот Многие говорят клиника Но клиника это Говнище инфантильное От Зака Браха Теория, блядь, про физиков Как эта хуйня называется Это обычный ситком Самый А вот Офис Он в такую атмосферу погружает Вот больше бы было бы Таких хороших ситкомов Как Офис А про британских политиков От создателей Смерть Сталина Да ну тебе нахуй Ты все ерунда какая-то, блядь Я тебе говорю, что Офис создавал атмосферу Ты такой Я не смотрел Офис просто Ну и дурачок Так Далее Бля, Офис Топовый сериал Я посмотрел На январских выходных Залпом И на последней серии Плакал как шлюшка Которую Оторвали от хуя Понимая, что это все Конец Не преувеличивай Хелтер и Шрут В моем сердце Навсегда No god No no Последний сезон Говно Предпоследний Вот да Прям Когда ты включаешь Последний сезон И там нет Майкла Ты такой Если где И плакать Как ты выразился То вот Когда Майкл уходит Стив Карел Конечно Прям создал Что-то фантастическое Вот реально Офис Это что-то Между мирами Как будто Блядь Какая-то такая Вот Человек Создал Что-то гениальное Блядь Ебта Ему памятник Нахуй надо Въебать За это Блядь А он Блядь Играл в Охотники на лис Блядь Хуйня Юра Хотел бы посмотреть Богемскую рапсодию В исполнении Саши Барона Коэна И снятым В его виденье Честно Вышедший Фильм О Фредди Хуета Набор фанфиков Полная хуета И вот как раз Тот же кореш С которым я Про ведьмака Спорил Он так же говорит Что это охуенное произведение Я ему говорю Это просто Набор песен Которые Рами Малек Мистер робот Открывает рот Под ним Это вообще Барон Коэн Хотел Сделать что-то Про Фредди Меркури Что я хочу Сделать про Пушкина И мне было Так охуенно Интересно Что он сделает Но в итоге Все понятно Это вот Та же хуйня Большие шишки Решили Что не подобает Народу смотреть Как Фредди Меркури Изображают Местами долбоебом Давайте сделаем Каноническую Скучную историю Как вот Пересказ Статьи из Википедии Купим авторские права На все треки И вставим эти треки Получилась Полная хуя тень Объективная Хуя тень А как бы Представьте Барон Коэн Сыграл бы Фредди Блян Ты вообще в курсе О чем я разговариваю? Да Фильм про Фредди Меркури Ну ты Представь Ты смотрел? Да Мне Не особо Я смотрел Знаешь что Скорее всего Может быть Ты даже не смотрел Сериал Шпион Где Саша Барон Коэн Играет Главную роль Нет Это я не смотрел Ну ты что Что ты тему переводишь Блядь Я тебе говорю Барон Коэн Тот же актер Какую тему я перевожу Он охуенно сыграл Этого Израильтянина Который сирийским шпионом Ну точнее он как Он шпион Которого в Сирию забрасывают Да Фредди Меркури Я думаю он бы неплохо сыграл Между прочим Он посумел показать Это с такой необычной стороны Что это было бы интересно В результате мы получили Пресное говнище Вот просто то Что сделал Рамим Олег А он хороший актер Он просто сыграл Вот как по Википедии Блядь И весь этот фильм Как по Википедии Говнище Нахуй такое смотреть Я не понимаю Ну такая режиссерская задача По всей видимости была Снять говнище Да Ковский прислал нам сообщение С покрытием комиссии Спасибо Ежи Твои аргументы Про то что дебилы Слушают рэп А умные люди Слушают классику Ровно ничем не отличаются От аргументов Бояршинова По поводу правоглазых И левоглазых Нет Это некорректная аналогия Ты Я Ежи Среди людей Которых я встречал в жизни Все умные Слушают классики Так и у Бояршинова Продолжать в следующем донате Не Понимаешь в чем дело Бояршинов Он ссылается только на свой опыт Ежи Ты сегодня А мне В подтверждение моих слов Скинули ссылку на исследование После стрима Где вот мы спорили Что есть корреляция Между музыкальными вкусами И интеллектуальными способностями Мне скинули ссылку Пруф На англоязычное исследование Которое подтверждает Что Там Более Люди с более высоким IQ Они слушают чаще классику А люди с более низким IQ Они чаще слушают там Рэп и попсу Так что Ну типа Одно дело Когда есть какие-то пруфы А другое дело Когда просто какая-то Шауе теория Блять Про египтян У которых душа Через правый глаз выходила Я хотел скаламбурить Аналогию с Анал И лок Типа Полена Блять Ну типа Это слишком Банально Да Не очевидно Так Киковский прислал Ну хватит Комеди Централ Да Киковский прислал Еще одно сообщение С покрытием Ты даже не понял Что я сказал Я понял что ты сказал Что эта шутка Она годится Для комеди Централ Да Она охуенная Нет Очень Просто Невероятно Спасибо Киковский Прислал нам Еще одно сообщение С покрытием комиссии Спасибо Как и у Бояршинова Все умные Которых он встречал Правоглазые Ну да Я еще раз говорю Это блять Просто апелляция К частному опыту И все У другого человека Может быть другой опыт Но сам ты не принимаешь А кого Погоди Погоди Сейчас бомбану немного Я феминист Четвертой волны Давай Все умные Которых я встречал Мужчины Невероятно Так Ну просто Не а знаешь почему Это потому что Ты боишься умных женщин Поэтому предпочитаю С ними не общаться Бояршинов Звал даже храброва И выслушал его Не оскорблял Очень Я могу вот с ним Про подземных людей поговорить Я не поеду в Москву Я думаю вполне можешь Можно у нас как-то Стрим с Бояршином Чтобы про подземных людей Я могу вас свести с ним Если хочешь Мне говорится Что он только в Москве Вот это все снимает Я в Москве Не обязательно снимать Ты можешь просто Совместный стрим с ним устроить У тебя Ты будешь нашим Так сказать этим Я не против Если он согласится Я готов быть арбитром В вашей дискуссии Я считаю Что человек Левоглазый Первоглазый Он должен меня понять Он в вас что-то верит В отличие от вас Нигилистов Блядь И роботов Блядь Я уверен Что Бояршинов Станет первым Человеком Который присоединится К теории подземных людей Я думаю Что он выслушает тебя Как минимум И на том спасибо Да Киковский продолжает Но ты сам не принимаешь Это как аргумент деда И троллишь деда за это Ну да Я это не принимаю Как аргумент Потому что он ссылается На свой частный опыт Да И все Ну блядь Это не аргумент Так Злой грузин Присыл нам сообщение Привет Юра и Ежи Вопрос к Юре Ты продолжаешь Играть в Хардстоун Если да То ты бы Брал легенду И на каких колодах Сейчас играешь И не планируешь ли Возвращаться В стриминг По Хардстоуну Только в приключения Все Больше В ВП не играю Ебал я в рот Хардстоун Жду нового Вот приключения Про Элидана Его пройду Куплю Точнее уже Купил А я начал Перепроходить Второй дизонер Чтобы никого не убить Молодец А теперь еще Скиллами не пользуйся Да да Без магии конечно Я так и хочу Уважаю Брэд Но я буду На среднем уровне Сложности Не на самом максимальном Да хоть на легком Все равно Так Кто Кто дизайнер 2 Без магии Пройдет Без убийства Единого Чу Вот Молодцы Наши люди Озон Озон нахуй Уважает Тех Кто бля Дизайнер 2 Прошел Без магии Бля Никого не убил Получил две ачивки Бля Озон уважает Нахуй Молодцы Бля Нормально Бля Даже на нормале Не зашквар Не надо Hard Нормал И так сложно А если Лёгкий уровень Лёгкий Ну типа Ладно Не все кредиты Тебе Как бы Не совсем Такой уж Респект Но 60% Респекта Тебе Брат Никого не убил Получил Чистые руки По моему Ачивка Называется Еще и магией Не пользовался Бля Вообще Тебля Сука Молодец Берем в банду Тебля Понял Как дела Сука Делаются Рад Что я же Без моих Каких-то Убеждений Сам решил Так пройти Вот так и надо Проходить Нормально Нормально Так Пользователь с ником Вас раскусили Прислал нам Донат Спасибо Юрий Видео Юлием Онежкой Наверное С Было пропущено Вы очень умело Делали вид Что не знаете Персонажей Смешариков И не смотрели их Но на одном Из подкастов Никита Гридин Сказал Что вам Очень нравится Этот мультсериал Мне нравится Этот мультсериал Но я же Блядь Я просто Спросил Кто такой Крош Блядь Потому что Все другие Имена Я знаю Конечно То есть Сабунья Это Сова Блядь Крош Даже Юлик А как Тебе Кто мог Подумать Что Крош Это Сука Кролик Блядь Вот у меня Все персонажи А кто еще Это может быть Подожди Блядь Потому что Я думал Что он Заяц Блядь Понимаешь У меня В голове Это Заяц Его Должны Звать Зая Или Зайка Я Спросил Кто Такой Крош Блядь Ну я Я Ебу Что Это Кролик Потому что Это Как тебе Пингвин Который С немецким Акцентом Говорит Ну понятно Он еще Что-то Замутит Он еще Постоянно Что-то Конструирует Инженер И у него Такой Этот Шлем Летчика Они Умеют Конструировать Они Умеют Конструировать Поверь Мне Он Что-то Он Что-то Замышляет Этот Пин Да Да Джеймсон Прислал нам Денежку И спрашивает Сколько Стоит Заказать Юру На Корпоратив У тебя Столько Нет Ну скажи Может Человек Богатый Ну Смотря Где В Питере 450 Тысяч Рублей Так Москве Два Миллиона Провинция Бесконечное Количество Дидов От Которого Я Подавлюсь Я Больше Не хочу Я Создал Себе Иллюзию Что Страна Более Менее Живет Блядь Знаешь Типа Провинцию Вообще Ужас Все Деньги Блядь Реально Москва И Питер Вбухиваются Блядь По-хорошему Взять Поровно Разделить Какой бы страна Замечительной Была Блядь В итоге Страшно Выехать Просто Страшно Блядь Не хочу Ну Кроме Каких Нибудь Конечно Нефтяных Городов Там Сургут Это Там Очень Хорошо Платят Вот Типа Тогда Может Соберусь Если Самолет Особенно Частный Тогда Конечно Че Со Стендапом Ха Ха Вы Когда Приезжали В Сургут Выступать За 3 Миллиона Рублей Ха 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 Ну В целом Блядь Лучше Б Не на Корпоративы В провинциях Тратить Деньги Не на Приглашение Меня На то Чтобы Хоть Немного Пристойно Все Это Выглядело Тогда И Приедем По Той же Цене Стас Айк Просто Присыл нам Сообщение Спасибо Юра На прошлом Стриме Ты назвал The Killers Построком Но Ведь Это Обычный Родийный Альтрок Построк Это Длинная Инструментальная Композиция Почти Всегда Без Вокала Еще Ты Назвал My Chemical Romance Хардкором Хотя Это Еще Более Слащавая Группа Чем Three Days Grace Блядь Чувак Ну Окей Ну Во-первых Я рад Что В мире Еще Остались Люди Которые Так Доебываются Мне Правда Приятно Пообщаться О Различиях Терминологии Потому что Для большинства Людей Блядь Это Блядь Что Гражданская Оборона Что Король Панк И Пилот Тоже Панк Я рад Что Ты Прям Но По сути Киллер Все Таки Построк Типа Ты Точно Ты Где-то Прочитал Другое Определение Построк Ну А Что Это Если Блин Не Построк Альт Блин Какой Ты Конечно Блядь То есть Ты По сути Личные Личные Сущности Плодишь Вместо Того Чтобы Записать Киллер Построк Ты Бритвая Акама Я тебя Режу Прямо Горлу И Ты Захлёбываешься Блядь Так Делать Нельзя Можно Конечно Придумать Название Для Всего Чего Угодно Типа Там Я Не знаю Красный Телефон У тебя Не Телефон А Красный Угол Блядь А Синий Синий Биджи Блядь Я Не знаю Это Бессмысленно Ты Занимаешься Тем Что Плодишь Существ Киллер Это Построк Самый Обычный Правда Она Проще Чем Тебе Кажется Не Нужно Блядь Вот Этой Хуйней Заниматься Ой Пошли Вы Нахуй Вы Не Любите Музыку Блядь Говноеды Блядь Вы Не Играли В Группах Ебучих Ничего Не Зарабатывая Вы Не Знаете Что Такое Музыка Вы Не Знаете Что Такое Найти Человека С Которым Можно Поспорить О Построк Киллер Что Все Проще На Мой Взгляд Альтрок Родийный Альтрок Ларчик Просто Открывался Блядь Ну Иди На Капитан Чиз Прислал нам Сообщение Ежи Юра Привет Видели ли Пародию Галкина На Путина И Собянина Как по мне Лютое Говно Я не Видел Но Большинство Окружающих Людей Просто В восторге Как по мне Чтобы Видео Выстрелило Сейчас Надо Сделать Что То Плюс Минус Оппозиционное Каким Кандовым Контекст Не Галкин Следующий Президент Я это Прочитал В желтухе Только Там Пишут Правда Галкин Это Все Подводит Нас К тому Как мы Говорили В начале Стрима Помнишь Галкин Следующий Президент Все Абсолютно Сходится Один В один Шуе ППШ МФЕ Да Стас Айкак просто Прислал нам Сообщение Вообще То Что котирует Черников Всего лишь Пидовочное Ответление Металкора Которое Не имеет Ничего общего С брутальными Экстремальными Стилями металла Экстремальный Метал Это разъеб И безумие Чувак Если ты думаешь Что я в чем-то Согласен с Черниковым Я согласен с ним Только в том Что он учит Меня вокалу Он Виртуозно играет На пианино И ненавидит Играть на пианино Потому что Его в детстве Родители заставили И у него Прекрасный Вот Понимание вокала Вообще Вокальных динамик Те советы Которые он дает И вот просто Даже когда Мы рэп читали Как он меня Всегда подхватывал Мы вживую читали Он был моим Бэк-вокалистом У него Я во всем Этому Ему верю И доверяю Как сенсею Как блять Вообще просто блять На колени встать Но вот то Что он говорит Про музыкальные жанры Про музыку Про это Я Донатор Хуй пойми Кто И ты еще Его упрекаешь Я скорее Встану на сторону Ника Черникова Но Я тоже не во всем С ним согласен У меня есть свое мнение Мое мнение Рок умер После того Как прогрессив Рок был вытеснен Всякой говенной Хуйней Типа Guns and Roses Sex Pistols Что потом Все Как только прогрессив Рок пошел на спад Рок для меня Умер Блять Психоделик Рок был веселый Тоже Если бы он Продолжался До наших дней Я мощь послушал Нового Джимми Хендрикса Все что дальше Это вот Полнейшее говнище Для меня Это все Построк По сути Это все что было После пиздатого Рока Поэтому Как хотите Называйте Альт-рок Не альт-рок Пост-хардкор Нет Это все говно Которое слушать Невозможно Без обид Хова Привет Что думаешь О Замай Как в общении Он же вроде На тебя Дис записывал Истебные треки Моя Диана А ты На Версусе С ним Бугуртил Но На зашкварном столе Вы уже нормально Общаетесь Если слушал Вообще Его творчество То назови Любимые треки Как тебе Ричард Третий Спасибо Любимые треки Те что с Гнойным Вот Такая Бабюбочка Потому что там есть Гнойный А еще Знаешь Какие самые лучшие треки Замая Там где есть Там где есть Гнойный И нет Замая Вот это Самые лучшие треки Замая Нет Зря ты так Андрей прикольный чел Но он как Вот То что его Отличает от Гнойного То что Это метамодерн Отсутствие таланта С объяснением Метамодерна После этого Так то он И вообще Не охуенный Чувак Супер добрый Мы с ним Как то батлили На версусе Такой Так сказать Текстовый Баттл Стендап баттл Но в целом Охуенный чел Но вот Просто Не хватает ему Того Чтобы вот Как то Все это более Завуалированно Делать Как Гнойный умеет Типа то есть Фронт Метамодерна Он не такой Простой Понимаете Мы сами Съезжие Обычные Постмодернисты Которые пытаются В это попасть У Гнойного Получается У Замая Получается Постмодерн И в постмодерне Нет ничего плохого Но Замая Как бы Позиционирует себя Как метамодерн Пусть и неофициально Какими-то своими Манифестами Посылами И вот Как нам Перейти Из постмодерна В метамодерн Это как раз Та дума Которую Ленин и Зиновьев Должны были думать В шалаше Так